Здравствуйте! Программа «Путь правды». Я ее ведущая Оксана Волчонок. И сегодня у нас в гостях Таймурас Гибизов, уполномоченный представитель Южной Осетии Донецкой Народной Республики. Здравствуйте, Таймурас! Расскажите, пожалуйста, как на данный момент развиваются отношения между республиками? Ну, на сегодняшний день, скажем, все идет в стадии развития. Ну, и я думаю, что как дружеские, так и все остальные аспекты экономического характера и торгово-экономических отношений, все это будет развиваться, и, думаю, встанет все на свой нормальный лад. Ну, первые вот наработки в плане, в какой сфере идут? Ну, в сфере, скажем так, на сегодняшний день пока, кроме того, что Южная Осетия дала признание независимости ДНР, ЛНР. Значит, в процессе разрабатываются непосредственно контактные две группы рабочие, которые должны будут сесть за стол переговоров, обсудить ситуацию первых наболевших моментов, которые нужно сделать первый шаг, чтобы развивать дальнейшие отношения. Я поняла, но Вы признали нашу республику. Хотела бы уточнить, существует ли или в планах, может быть, Вы обговаривали это, чтобы было представительство нашей республики в Вашей республике? Конечно, обсуждалось, и это необходимо сделать для того, чтобы ускорить процесс отношений и облегчить, скажем, процесс общения между двумя республиками, потому что есть моменты, где непосредственно наша роль, как уполномоченных глав государств, республик, которые непосредственно должны заниматься кое-какими направлениями, которые, скажем, с нашей подачей будут давать успешные плоды. Я понимаю, на какой стадии находится этот вопрос решения с посольством? Когда стоит ожидать его открытия? Ну, я думаю, долго ждать не придется. То есть, на мой взгляд и на мое видение, в сентябре месяце должно состояться мероприятие в Южной Сети, должно состояться мероприятие, где будут приглашены первые лица, так и вторые. То есть, ну, здесь уже будет обговариваться вопрос, кто непосредственно поедет из министров ДНР и ЛНР, которые будут участвовать в переговорном процессе. Хотела бы еще узнать такой вопрос. У нас довольно-таки сложный период прошла Южная Осетия за период короткой пятидневной войны. И на данный этап, сейчас, на данном этапе, наша республика переживает не менее сложный период военных действий. Возможно, они не совсем схожи между собой, но в любом случае, любая война является кровопролитным делом. И, возможно, Южная Осетия как-то способствовала, может быть, чем-то помогала жителям именно Донбасса? Ну, способствовала, наверное, это будет, как сказать, это громко сказано. Но факт признания Южной Осетии, ДНР и ЛНР, это уже смелый ход был для, ну, и юридически, и, скажем, политическим ходом таким для Южной Осетии, на который они решились и дали, несмотря на все запреты, табу там, ну, не знаю, если так понимать, то, скажем, государственность, мы же не пытались признания, допустим, евро-стандартов там. То есть народ избрал свой путь, они, вот, у них свое решение. И просто Южная Осетия подтолкнула, как бы дала, то есть точное направление, в каком надо идти. Что касается помощи, то есть здесь я смело могу сказать, что не только добровольцы Южной Осетии, а все Осетии непосредственно и затрагивая Северный Кавказ и всю Россию. Многие ведь сюда приехали добровольцы, понимая ситуацию, ну, во что это может вылиться. И на первых стадиях здесь столкновение, то есть была возможность, и ребята искали решение, как можно прекратить это. Но, как мы видим на сегодняшний день, это завязалось, затянулось, и мы реально понимаем, что для Киева эта война имеет значение, конечно, не в нашу сторону. Ну, и не в сторону Украины, в общем, скажем так. Ну, кстати, вернуться к помощи со стороны Южной Осетии, хотела уточнить, возможно, были какие-то вынуждены переселенцы к вам. Какое их количество, если они были? Ну, переселенцев, скажем, именно в Южную Осетию было, может, и не массовым, потому что в этом принимала участие вся Российская Федерация. То есть в каждом регионе есть места, где проживают на сегодняшний день беженцы. Это люди, которые потеряли кровь, дом, семейный очаг. Есть погибшие там, есть раненые, которые сегодня находятся на реабилитации. И я думаю, что Южная Осетия внесла в это тоже свой вклад, скажем, в помощь Донбасса. Ну, как вы считаете, те события, которые имели место в 2008 году у вас, и сейчас, которые происходят у нас с прошлого лета, скажем так, основные кровавые события, есть ли между ними аналогия какая-то, и в чем различие этих двух войн? Ну, аналогия, скажем, знаете, любая война – это смерть, это разруха, разруха – это гуманитарная катастрофа. И здесь надо понимать, что у войны не бывает какой-то личинки своей. То есть война, она везде, война одинаковая. То есть вне зависимости она в зеленой зоне, в пустыне, на воде или в воздухе. То есть люди гибнут и для Южной Осетии, и для ДНР, и ЛНР. То есть картинка одинаковая, в принципе. Если посмотреть на сегодняшний день фотографии, которые выставлены в интернете о Южной Осетии, то есть многие люди смотрят. Да, то есть разрушения, они все схожие. И я думаю, что, если я правильно понял вопрос, есть ли завязка или одинаковость. В чем параллель? В чем параллель? Ну, нет, по-моему, никакой параллели. Единственная параллель, то, что здесь коснулось немножко межнационального конфликта. Я имею в виду с агрессией с Грузией на Южную Осетию. Но здесь сложнее тем, что здесь идет именно братоубийственная война. Здесь не имеется в виду какая-то определенная нация там или какие-то интересы. Здесь реальности государство решило уничтожить своих сограждан и привести к тому результату, чтобы, я не знаю, что у них в голове. То есть мне кажется, что именно вот так, на мой взгляд, выглядят события сегодня. Темрост, не так давно прошло возложение цветов в память о погибших 08.08.2008. Расскажите немного подробнее еще раз о тех событиях и где еще происходило возложение. То есть, может быть, это было тоже в Луганской республике подобное возложение? Да, несомненно, конечно, у нас очень плотная связь с представительством Южной Осетии в ЛНР. Также налажены отношения с посольством Южной Осетии в Российской Федерации. То есть в каждом регионе, где присутствуют даже общины осетинской национальности, то есть меньшинство, они все, то есть это мероприятие, то есть это душевная боль, скажем, боль нации. И мне кажется, в любой ситуации, ну, народ, который проживает какими-то общинами, то есть проводит это мероприятие так, как оно должно быть в дни трагедии Южной Осетии. Ну, насколько я знаю, возвращаясь к тем событиям, в 23.30, 7-го числа, да, начались первые атаки? Да, в 23.30 они начались и вплоть до утра, то есть бомбежки не прекращались, как авиационные налеты, так и град. Ну, то есть надо понимать, что если здесь население и площадь боевых действий огромная, то есть здесь люди столкнулись с ситуацией, где 30 тысяч населения на тот момент проживало, может чуть больше или меньше, но даже несмотря, что два или три входа ущелья было, то есть в одном был прорыв и уже непосредственно на территории Схимвала внутри проходили уличные боестолкновения. То есть, ну, трагедия была, конечно, ужасная, но не хотелось бы вспоминать подробности, скажем так. Я поняла, но каково количество погибших людей составило и сколько было ранено? В общем, если брать общие цифры, они на сегодняшний день где-то до 2-3 тысяч человек, это вместе с ранеными, может больше до 5 тысяч человек, то есть цифры разные. Но суть не в этом количестве. Ну, безусловно, любая цена жизни. Конечно, то есть никто не имеет права отнимать ни единицами, ни десятками, ни сотнями. Ну, то есть здесь надо понимать, что война это в любом случае ее появление, это трагедия. Ну, к сожалению, жителям и Донецкой, и Луганской народных республик пришлось столкнуться с таким понятием, узнать, что такое война, узнать, как на самом деле и звучат звуки артиллерии, то есть когда это и исходящие, и когда прилет непосредственно снарядов, насколько это страшно, насколько больно видеть и раненых людей, и гибель. Ну, война в любом случае, она безобразна в своем понимании. Я хотела бы узнать, вы общаетесь с многими своими, как правильно сказать, согражданами Южной Осетии. Да, я знаю, что были большинство добровольцев и из Южной Осетии, и вообще из всей Российской Федерации, и не только, есть добровольцы из других европейских стран. Вообще, с теми людьми, с которыми вы общаетесь, каково их мнение о том, что происходит здесь, вот в Донбассе? Ну, знаете, если брать, в общем, людей, которые отдельно, допустим, были добровольцами в других войнах, там, в Боснии, там, в Схимвале, в Южной, в общем, в Абхазии. Война эта чуть-чуть отличается тем, что, понимаете, везде, где вот проходили боевые действия, ну, не будем брать там какие-то большие масштабные войны, там, в Афганистане, там, Ирак, Сирия, вот сейчас, что происходит с Игилом, то есть здесь больше религиозного характера направления войны. Ну, такое, которое люди столкнулись здесь, действительно, здесь люди попадали в госпиталя с ранениями, которые говорят сами, реально, что, ну, это грязная война. Даже вот не потому, что грязная тема, она уже сама по себе является грязной война, это, она не чистая, но здесь отношение вот именно государства к своему народу, то есть это, ну, надо понимать, вообще выходит из рамки понимания человеческого разума. То есть, ну, это даже больше, чем геноцид, скажем так. Как Вы думаете, почему европейское сообщество, ну, не видит обратной стороны, видит только то, что преподносит украинская сторона? Вы понимаете, наверное, это все-таки удобно. Не хотелось бы говорить о европейских государствах, которые поддерживают или как-то, или так или иначе способствуют этому развитию событий. Это происходило и в Грузии, но, наверное, все-таки больше заинтересованность каких-то приближений границ Российской Федерации. То есть, ну, мы сегодня должны понимать в реальности, что фашизм, проявленный сегодня Киевом, это несет характер, скажем, не то, что вот нововозрожденного какого-то там политического или другого направления. Это глубокие корни, которые, к сожалению, сохранились на Западной Украине. И для Европы эти ценности, то, что не является для русского народа трагедией, они то есть усиливали, то есть подкармливали. И мы сегодня видим то, что они вырастили. Это, ну, скажем открытым словом, это натуральный фашизм. Это фашизм, проявленный сегодня в 21 веке. То есть, никакого отличия нет между Великой Отечественной войной и сегодняшней, потому что в реальности люди здесь сражаются с пониманием того, что это земли, за которых воевали наши деды и наши отцы. Это был Советский Союз, это вместе с Россией, это здесь не было понимания каких-то национальных отдельных аспектов, не затрагивалось. А с той стороны мы реально видим, к чему они идут и к чему приводят сегодняшние вот эти их действия. Ну, я бы могла даже, наверное, так сказать, это ложно навязанный национализм. Ну, вы знаете, ложно навязанный национализм, тут я могу чуть-чуть, не то чтобы раскрутить ситуацию, но много раз приходилось беседовать с людьми преклонного возраста, там, которые, допустим, в 75-х годах бывали на Западной Украине, там, в 60-х годах, и имея украинский паспорт, допустим, при себе, то есть это был гражданин Украины, тот или иной, скажем, не тамошный народ, может, не все одинаковые, но они с молоком матери почему-то принимали совсем другую позицию, что называли наш региум москалями. Это понятно. Нет, я говорю о том, что, как тенденция распространяется, ложно навязанная вообще мнение Европы по поводу тех событий, которые имели место на Майдане. То есть они вообще, иногда у них складывалось впечатление, что, несмотря на общий кризис, который назревал в стране, люди улыбались, пели песни на том же Майдане, прыгали. В принципе, общий смысл проблемы их был непонятен. И даже сейчас, если взять, вот понятие национализма должно быть разным. Но это не должно быть... Ты не являешься патриотом, если ты надел на себя вышванку или там взял просто жовто-блокытный обложку на паспорт. Это не является истинным национализмом. Но сейчас это просто стало, что ли, модно в Украине. И это, как бы, я считаю, что, наверное, ложно навязанное. То есть... Ну, вы знаете, я не просто так заговорил вот о тех моментах, которые я говорил. И то, что я называл, принимают с молоком матери, вот это воспитание, да, когда вот дети там с детства уже приветствуют там своих ветеранов с вытянутой рукой. Там развиваются такие там организации, как УНАУНСО, там правый сектор. Ну, естественно, что вот, как вы говорите, ложно навязанная политика, да, для таких вот сфер, то есть на них влиять вообще ничего не стоит. На самом деле они не имеют никакой там исторической или какой-то подоплеки, да. То есть это понятно, что, ну, новая выращенная там компания или организация, которые вот идут на уровне, скажем, ну, не государственного, не того государственного строя, в котором они живут. То есть они совсем других взглядов. И то, что сегодня произошло через Майдан, ну, я вам хочу сказать, что это просто не то, что упущенный момент, и то, что вы говорите, вот новое навязывание, вот согласитесь, когда мы видели там всякого рода даже наколки у молодых людей, там, в виде свастики, фашистских, там, каких-то черепов, там, еще что-то. Ну, многие же это принимали как ребячество, там, знаете, вот, там, ну, сделал, но пройдет, там, в 40 лет потом будет жалеть. Чем бы дитя не тешилось. Да, чем бы дитя не тешилось. На сегодняшний день у нас получила совсем другая история. То есть сегодня это стала какая-то ценность для определенного народа. И это взяло, ну, скажем, у них это взяло какую-то силу определенную. И мы сегодня реально сражаемся не только с агрессией, проявленной от государства, но и, определенно, с фашизмом. То есть опять же возвращаются те же моменты, которые были проявлены во время Великой Отечественной войны. Это очень неправильно, наверное, переживать дважды, возвращаться. Нужно помнить всегда свою историю, но жить вперед, анализируя все, как бы, ошибки, допущенные в прошлом. И как вы думаете, как возможно завершение, исход этого конфликта украинского? И как скоро? Буду честен, я даже вообще не могу представить, какой мирный переговор может посадить, или мирный процесс может посадить, допустим, главы республик, как Донбасса и Луганской области, так и Киева. Ну, о каком мирном договоре может быть речь? Вот вы мне можете просто объяснить, когда ситуация, вот, говорят, 45 миллионов, да, жила на Украине? Я вот смело могу сказать, вот, когда говорят, там люди сопереживают, там люди митингуют, там это, а в чем они митингуют? Шахтеры вышли в тот момент, когда буксовали там, и говорили, что нам не дают зарплату. Пенсионеры выходили тысячами на площадь, на Евромайдан, и говорили, что нам не платят, повышают налоги. А хоть один раз какая-то акция была применена вообще во всей Украине против войны на Донбассе. Вот о чем можно говорить? И вы понимаете, вот мы говорим односторонне, вот некоторые наши политики заявляют, что да, там тоже бедный народ, там вот, вы понимаете, страдает Украина. А кто-нибудь в Украине о Донбассе, о Луганске говорит? С какой-то болью или трагедией, что происходит здесь? Но больше всего только те, кто здесь живет. Ну, вы знаете, и многие, ну, может, не многие, но есть единицы людей, которые отсюда ушли, и на сегодняшний день они являются первыми врагами для нас. Не потому, что мы их признали врагами, а мы являемся для них врагами. И надо просто открыто и честно для себя признать, и вот эти моменты не упускать тоже из виду. Мы выращиваем у себя, принимая их обратно сюда, змей на груди. Вы можете понять, и когда они будут опять раскрутиться. Может, не в таком это будет проявлено, в большой, скажем, в таком большом масштабе, но, тем не менее, она будет щипать нас. И о каких мирных договорах может быть речь, если здесь целиком и полностью был захват тогдашней власти, незаконный захват власти, к чему сейчас привело? Я считаю, что мирный договор может быть только тогда, когда народ выберет единственных представителей власти, с кем можно будет реально и здраво сесть за стол переговоров. Больше я других выходов не вижу. Спасибо вам за ваше мнение. И вам спасибо. Хочется сказать, что каждый здравомыслящий человек видит истинные проблемы и осознает их. Что ж, с вами была программа «Путь правды». Я ее ведущая, Оксана Волчонок. Наш гость – Таймурас Гибизов, уполномоченный, представитель Республики Южной Осетии в Донецкой Народной Республике. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова